привет дорогие друзья тема нашего сегодняшнего разговора это если появляется желание изменить что же делать что делать если я хочу изменить своему партнеру давайте так данные мысли настигают достаточно определенное многое количество людей да но еще раз мысль об измене это мысль это просто мысль к это нам просто может быть мимолетная там что-то вспомнили вы думаете вот я думаю об измене нет это не думать об измене думать об измене это когда вот вы именно прямо думаете уже о другом человеке прям реально фантазируете постоянно его представляете в моменте в близости со своим партнером и представляете другого себе там если сам удовлетворяетесь тоже думаете о другом и так далее вот это уже прямо мысли прямо о такой измене когда вы прямо реально думать блин я хочу изменить я хочу когда вы кого-то начать искать уже ходить прямо специально в какие-то места чтобы кого-то там снять познакомиться и так далее там на сайтах регистрируйтесь вот это уже вот у вас желание изменить Вот, то есть не надо путать с тем, что вот, а если я подумал об измене, не считается. Нет, не считается. Далее. Когда появляется такое желание? Я хочу сразу напомнить, что измена – это не причина жопы в отношениях. Секунду, и такая пауза для драматизма. Измена – это следствие. Еще раз, измена – это не причина, измена – это следствие. Понимаем, да, суть идеи? Это следствие, то есть к измене что-то привело. Вот вопрос. Даже не к измене, а, ну, если у вас уже есть мысли об измене, соответственно, там до измены, ну, один шаг реально остался. То есть там чисто просто вопрос обстоятельств. Если вы где-то окажетесь другим человеком, скажем, в такой обстановке, где типа этого не может никто не узнать, да, ну, скорее всего, значит, вы уже измените. Либо у вас там еще будет какая-то доля алкоголя в крови, где вы просто расслабитесь и пусть все, ну, то есть все тормоза типа нафиг уберете, да. Вот, и можете наломать дров, о которых потом будет очень сильно жалеть. Итак, вот в чем смысл. Когда у вас появляется такое желание, давайте воспримем это не из-за что-то плохое, криминально ужасное, а возьмем это в виде, давайте сигнализации. Давайте у вас сейчас такая метафора будет сигнализация. Вот у вас сработала в доме сигнализация, там, как дымовая сигнализация, как она называется, в общем, на огонь, да, огненной безопасности, я не знаю, пожарной безопасности, вот огненной, все, шарики за ролики. Сигнализация пожарной безопасности, да, сработала. Это считается плохо? Типа, ужас, ужас, сигналка работает. Нет, это значит, что звоночек от ревоги какой-то, что, блин, как бог, где-то опасность, значит, есть. Так вот, воспримите эту информацию, то, что если у вас появляется мысль либо у вашего партнера об измене, то это вот эта сигнализация срабатывает, что какая-то жопа, что-то вы делаете не то, абсолютно не то. Где-то вы не там находитесь, не в том месте, либо что-то вы не договариваете, не доделываете. Теперь давайте более глубоко. Когда ты хочешь, давайте сейчас будем говорить от лица того человека, который именно хочет изменить. Почему ты хочешь изменить? Вот если ты изначально не хотел изменять, допустим, там, год, два, пять, десять не хотел, бац, захотел. Почему ты захотел? Какая причина к этому привела? Она есть, вдумайся просто, она есть. Возьмем самые распространенные примеры. Почему сделать изменить? Потому что у вас пропала сексуальная жизнь. Почему она пропала, да, допустим, раз, если она была-была, бац, пропала. Второе, либо, в принципе, ее вообще изначально и не было. Ее просто не было, и человек тебе изначально в этом плане не подходил. Но ты такая думаешь, ой, да пофигу, зато типа он человек хороший. Как если ты, кстати, в этом плане не входишься, это, твою мать, это процентов сорок отношений. Как бы это 30-40, это вот эта эмоциональная связь. Это очень важный момент. Вот, то есть, может быть, изначально вы в этом плане даже не подходили. Далее, у вас постоянные ссоры, там, тебя, может быть, вечно обесценивают, да. Либо он, допустим, тоже тебе изменил, ты, допустим, думаешь, там, ему отомстить. То есть, какая причина к этому привела? Там, может быть, он тебя постоянно бьет, и ты уже к нему ничего такого не чувствуешь. И тут, не знаю, понравился тебе какой-то мальчик с работы. Всякие ситуации бывают. Я сейчас не оправдываю людей, которые собираются изменять, либо изменяли, которые, ну, прямо планируют это. Я пытаюсь объяснить суть зарождения вот этой проблемы. Откуда она вообще появляется? С чем это связано на самом деле? То есть, ну, человек это делает не потому, что он такой, так, у меня есть жена, хочу изменить. Нет. Он делает это почему-то, потому что к этому что-то привело. Опять же, если мы убираем, ну, из момента, что он просто кобелина, да, или просто вот девочка такого легкого, скажем, поведения, мягко говоря, да. Так вот, когда появляются такие мысли, необходимо понять, с чем связана эта причина. Как давно у тебя эти мысли? Отследи вообще, как давно появились у тебя эти желания? После чего они стали у тебя появляться? Чего тебе перестало хватать в отношениях? Может быть, тепла, разговоров, может быть, секса самого. Может быть, у тебя уже чувства прошли к своему мужчине, допустим, и сейчас ты к другому мужчине чувства появились. Начни это отслеживать. Далее. Если ты это сможешь отследить сама, это супер. Не сможешь, я рекомендую, конечно, походить к психологу по данному вопросу. Это хороший запрос для терапии, для того, чтобы поработать с ней. Опять же, можно к семейному, если, допустим, вы оба уже понимаете, что у вас у обоих какая-то задница. Если, допустим, только это понимаешь ты, тащить никого за уши не надо. Берешь сама чемоданчик, идешь к психологу и работаешь с ним. Сейчас возвращаемся с вами к моменту, если все-таки ты сможешь сама это все отследить. Вот что-то я сегодня а-у-а-э-э. Как будто заикаюсь, запинаюсь. Ладно, не суть. Надо, видимо, чеку-глотную секундочку. Когда просто много траторишь, особенно еще быстро траторишь, горло очень сильно пересыхает. Итак, если ты все-таки сможешь допилить сама, почему так произошло, что спровоцировало вот эти мысли, вот это поведение, что у тебя стали появляться мысли об измене, то необходимо обговорить ситуацию со своим мужчиной, со своим человеком, либо если ты парень, там, своей женщиной, да, что произошло и как это вы вообще можете вдвоем это исправить. Вот это важный момент. То есть работать над своими отношениями, чтобы эти мысли устранять, гнать их прочь. Далее, если это не помогает ничего, допустим, ты идешь на терапию, опять же, терапия, если уже не помогает, ну, значит, уже идут соответствующие выводы. Если там человек не хочет с собой никак быть, не хочет тебя слышать и его все устраивает, а тебя не устраивает, значит, расходиться. Напомню фразу, не меняйте людей, меняйте людей. Ломаем мозг, взрываем. Не меняйте людей, не меняйте его поведение. Меняйте людей, меняйте самого человека просто. Людей 8 миллиардов вообще вот на всем этом шарике. Понимаете? И они каждый раз и рождаются, и умирают, и рождаются, и умирают. И это круговорот жизни определенный. Их очень-очень много. И вот смысл сам. То, что когда вы вцепляетесь в одного человека и думаете, что вот он центр вашей вселенной, нет, это не так. Я на самом деле очень много. Если он человек не подходит, не тратьте свое время, не тратьте свою силу на изменение его, либо на свою подстройку, чтобы вы себя сломали, зато вы будете с ним. Зачем? Кому от этого хорошо? Никому. Когда вы ссыте против ветра, вы, ну, вы далеко не умываетесь свежим ручейком, понимаете? Так вот. Еще раз. Что же делать? Это, первое, вычислить причину, которая к этому приводит, к этим желаниям, к этим мыслям. Второе, постараться эту причину урегулировать со своим партнером. Далее. Самое такое, это попытки разнообразить свою интимную жизнь. Разнообразить ее. Потому что у многих людей она приходит в ступор со временем. И люди, знаете, они знают какие-то базовые темы, касаемо, допустим, секса. Они знают, не знаю, техники глубокого горла, там еще что-то. Может быть, анальный секс пробуют, еще. То есть, они так разноображивают, делают какое-то такое некое разнообразие, но оно, это не то разнообразие. Это больше о сексе, а не о сексуальности. Понимаете? То есть, а здесь важно именно прокачать вот этот уровень, давайте скажем, энергетики что-то некой. Вот от чего это зависит? А вы слышите вообще своего партнера? Вы вообще часто задавали своему партнеру вопрос об этом? Допустим, а что бы он хотел попробовать? Вот прикиньте, как интересно. Да, просто обычный вопрос. А что бы ты хотел попробовать? А где бы ты хотел попробовать? А как бы ты хотел попробовать? То есть, вот эти вопросы задавайте чаще, как ему нравится, как ему приятно. Это работа в обе стороны, как ему и как ей приятно. То есть, опять же, в зависимости от того, кто сейчас меня смотрит, парень или женщина. Как приятно твоему партнеру будет? Что ему не хватает? Что бы он хотел попробовать? Может быть, какие-то новые места? Может быть, какие-то новые игрушки? Да, то есть, там какие-то новые техники, еще что-то. Пробуйте, пожалуйста, экспериментируйте. Разнообразьте это. Если же вы этого ничего не делаете и думаете, что вот, страшно она будет, да не будет. Она пройдет. Она пройдет. И когда у вас, а если у вас еще дома постоянно бытовуха, так у вас вообще, в принципе, либидо будет падать на своего партнера. Со временем начнут вырабатываться новые нейронные связи, как, скажем, некие раздражители. То есть, вас будет просто триггерить от одного вида человека. У вас уже не то, что не будет у него вставать и увлажняться. Просто он будет противен. Он просто будет не по себе. И, естественно, от этого тоже будут мысли появляться об измене. Когда мы с человеком часто ругаемся, часто у нас, то есть, ну, что формируют, какие нейронные связи? Так, человек равно ссора, да? То есть, такое вот убеждение. Его слова, его там, норовоучения, фразы, советы, помощь, еще что-то, это равно ссора, равно вынос мозга. То есть, равно боль. Боль. Вкратце, человек равно боль. Понимаете, да, суть нейронной связи выработалась? Проходит время, вы просто его видите, и он у вас уже просто раздражает, просто вот как он дышит даже. Просто даже видеть его не хотите. Все раздражает в нем. Либо в нем, либо в ней. Бывает такое? Кому знакомым, прям в комментариях можете написать. Так вот, когда это уже формируется, там, конечно, все, человеку вы уже не хотите, ни в ком плане, и хочет у другого. Поэтому, если у вас в отношениях полная жопа, токсичность и абьюз, то там не то, что мысли об измене присутствуют. Там лучше, чтобы мысли присутствовали о том, какого хрена вообще вы там находитесь, почему вы вообще до сих пор там еще. Вот. Еще раз, возвращаясь с вами к более здравой, скажем, половине населения, именно те, у кого здравые отношения, где вы там постоянно не ругаетесь, не прикладываете никакого насилия друг другу и так далее. Если у вас все было нормально, и просто стали со временем появляться такие мысли, найдите корень этой мысли. Найдите корень, который ее вызвал. Найдите тот корень, который привел к срабатыванию данной сигнализации своей. Постарайтесь решить ее с партнером. Не получается с партнером вместе, если вы сможете с ним договориться, чтобы он тоже пошел, допустим, к семейному психологу, идите вдвоем вместе к сексологу, либо к семейному психологу, и прорабатывайте данные запросы, данные вопросы. Можно ли это исправить? Можно исправить, пока дров вы еще не наломали. Когда вы уже их наломаете, исправить будет очень сложно, потому что будут еще, ну, поломаны новые ситуации, как минимум это доверие. Так вот, надеюсь, вам видео понравилось. Всем пока-пока. До новых встреч. Мы с вами еще увидимся. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok